Мы продолжаем знакомить вас с актуальными новостями. По всему миру бушует волна зомби-апокалипсиса. Все больше жертв уносит эта страшная эпидемия. Начало ей было положено еще в 90-м году, когда вышла настольная игра Zombie Rampage. Но настоящий бум зомбификации настольщиков начался в районе 2010 года. Настольные игры на тематику оживших мертвецов захватили мировой рынок настольных игр. Игры про зомби начали появляться с невероятной частотой, пожирая мозги игроков и заставляя их желать все больше и больше игр про зомби. На данный момент по запросу Zombie in About Game Geek находится уже более двух сотен позиций. Господи, хватит, остановите это! Неужели нет других тем для настольных игр? А? Что? Мне говорят, что нет. Наше вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков и это Железный Занавес на канале 2 в Кубе. И сегодня мы поговорим о настольной игре City of Horror. В ней вам предстоит возглавить группу выживших в городе захваченном зомби... Стойте, подождите, не выключайте видео! Позвольте объяснить. Это не просто очередная игра про зомби. По большому счету зомби здесь вообще ни при чем. Да, настолько ни при чем, что их можно, ну, например, вообще запикать. Вот так. В этой игре вам предстоит возглавить группу выживших в небольшом городке захваченном з... Но, естественно, вы в этом городе не единственный. Рядом оказались такие же группы выживших. И не одна. Через несколько часов прилетит спасательный вертолет. Но он возьмет на борт только тех, кто успеет раздобыть вакцину от страшной эпидемии. Поэтому ключом к победе в этой игре станет взаимодействие с другими выжившими. И умение договориться в критической ситуации. На руках у игроков определенный набор карт, которые они смогут использовать фактически в любой момент игры. Например, для атаки... Или других полезных действий. Также такие карты могут использоваться в качестве своеобразной валюты для торгов между игроками за другие карты или предметы снаряжения, действия или бездействия, или даже обещания. В свой ход игрок выбирает по одной карте движение в закрытую. А затем все они одновременно открываются. Но з... не думают о том, куда им идти. За них об этом думает игра. Просто открывается верхняя карта вторжения, и на поле появляются новые... А возможно и полезные для игроков предметы. ...будут переть со страшной скоростью и в страшных количествах. Но в одной локации не может быть более 8 штук. Хоть какое-то облегчение. Теперь каждый игрок в порядке очереди обязан передвинуть хотя бы одного своего персонажа в выбранную им локацию. Но каждая локация вмещает только определенное число выживших. Если все места заняты, придется остаться на перекрестке. Закончив фазу передвижения, игроки активируют локации. Каждая локация предоставляет игрокам особые преимущества. Например, добор новых карт или возможность повторно использовать способность. Но каждый игрок может активировать каждую локацию лишь один раз за раунд, вне зависимости от того, сколько выживших его цвета в ней находится. То есть наиболее выгодно разгонять своих подопечных по разным местам. Как только игроки закончили активацию локаций, происходит атака... В этот момент у игроков есть последняя возможность урегулировать их численность. Например, сбросить карту бензопилы, чтобы ополовинить количество супостатов. Еще раз напоминаю, что картами можно в любой момент меняться, торговаться, да и просто просить о помощи других игроков. Каждая локация задает определенные условия, при которых состоится атака... Если атака происходит, начинается голосование. Каждый персонаж в локации имеет один голос, а все они выбирают того персонажа, который пожертвует собой для спасения остальных. Разумеется, здесь тоже можно и нужно заключать соглашение. Например, пообещать владельцу героически погибшего персонажа какую-нибудь выгоду в будущем. На перекрестке голосование не происходит. Там *** просто сжирают того игрока, на чьем цвете сейчас расположен жетон ***. Поэтому-то игроки и стараются убраться оттуда и спрятаться в одной из локаций. Две игровые локации могут быть даже уничтожены в процессе игры, что сделает игровое поле еще теснее, а ситуацию напряженнее. После атаки, если в локации есть полезные предметы, игроки также голосованием выбирают раздающего. Он забирает себе один из предметов, а затем распределяет остальные по своему усмотрению. Здесь, как вы поняли, тоже отличное место для обещаний, договоров и блефа. Затем жетон первого игрока получает тот, кто последним потерял персонажа, и начинается новый раунд. По окончании четвертого игрового раунда прилетит спасательный вертолек, и каждый игрок должен будет сбросить по одному шприцу вакцины за каждого своего персонажа. Кто улетит, а кто нет, решают сами игроки. И не просто на авось. Каждый персонаж приносит игроку определенное количество очков. Чем сложнее ему было выжить, тем больше. Лишние вакцины приносят по одному очку каждая, а также несколько очков можно унести с собой в виде консерв. Апокалипсис апокалипсисом, а обед по расписанию. Все персонажи в этой игре необычайно колоритные и стереотипные. Здесь и визжащая блондинка, и маленькая девочка, и парализованная бабуля. Есть среди выживших священник, вор, охранник, гик, растаман и даже беременная женщина, которая может разродиться прямо во время звука апокалипсиса. Все они нарисованы с хорошей долей юмора, а их способности весьма логичны и сообразны персонажу. Оформленная игра довольно просто, но не без хорошего вкуса. Миниатюрки заменены здесь картонными фигурками в подставках, что тем не менее весьма положительно сказалось на цене игры. Огромным жирным плюсом игры является также ее полная языконезависимость. На игровых компонентах нет вообще никакого текста, кроме названий, а игровые правила и памятка доступны в интернете на русском языке. Итак, City of Horror — это настольная *** игра, в которой сами *** не являются обязательным атрибутом. Она скорее про выживание и умение договориться в критической ситуации. Поэтому игра напоминает скорее интриги настольного Спартака, нежели стандартное рубилово других игр на данную тематику. При желании можно вообще заменить *** из игры на что-нибудь другое. Игра от этого почти ничего не потеряет. Тем не менее атмосферу того самого *** апокалипсиса игра передает просто прекрасно. Времени ни на что не хватает, каждый выживший норовит урвать себе побольше да получше, но без совместной работы, скорее всего, все они будут обречены на гибель. В общем и целом, если вы, так же как и я, давно искали достойную замену настольному Спартаку по уровню взаимодействия между игроками, но с другим игровым сеттингом и механиками, обязательно загляните в город ужаса.